Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Стреляй! 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 Защищать нашу родину нельзя. А я что обратно получу? Что я обратно получу? Безногого, безрукого, больного! Друзья, всем привет. Сейчас поговорим о том, как на выходных Россию бомбили неизвестные дроны, как Россия устроила теракт, похоже, в Донецке, и пытается это свалить на Украину. Ну, классика жанра. И о том, какие они несут потери. И как даже в приемную кандидата президента Путина пришли жены и кричат, что им мужей возвращают в виде кочерыжек. Это я сейчас их цитирую. В общем, будет интересно. Не забудьте подписаться на канал, лайк, шер, комментарий, подписка. Жмите колокольчик. Очень важна ваша подписка. Не забудьте подписаться на канал. Ну и, друзья, не забываем, что мы продолжаем сборно-маскировочные сети за Москвой наших, за хесты наших. Поэтому присоединяйтесь. Это важно. Это спасает жизнь. Итак, друзья, на этих выходных было неспокойно в России. Какие-то беспилотники летали в Туле. Какие-то беспилотники прилетали на оборонные предприятия. Например, Щегловский вал производит и ПВО, и стрелковое оружие, и разнообразное другое оружие. И там мощный взрыв прозвучал. Какие-то беспилотники прилетели на терминал Новотека в Усть-Улуге. Это возле Петербурга. Там тоже, а это, извините, расстояние по тысячу километров от Украины. Но и там прилетело, и взрывалось, и как-то неспокойно. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Слава богу, то, что мы вот где-то здесь, отвечаем. Слава богу, что я не пробажборщик. Сак, блядь, сак. Прям, ну нормально полыхать. Нет, там нормально. Это слишком жестко. Ты смотри, как его фигачит. И он все больше и больше сгорается. Написали они в своих пресс-релизах. Взрывы прошли по внешним причинам. Вот такая, знаете, мягкая, красивая формулировка. На самом деле, даже работники говорят о том, что видели беспилотники. В общем, здесь, друзья, все понятно. Ну и отвечает на все это Россия, как обычно, очередной провокацией. Обстреляли в Донецке район текстильщика и рынка. И даже, ну и сразу заявили, что это, конечно, Украина. При том, что даже в их же пабликах, посмотрите, это паблики донецкие, пишут, что Украина никогда не обстреливает рынки. Им в этом смысла нет никакого. И что там были какие-то протесты людей, что это их же, собственно, российская армия и расстреляла. Вот, собственно говоря, что говорят все местные жители Донецка. Ну а Россия пытается кричать о каком-то террористическом арте. Вообще, Россия продолжает активно прикрываться мирными жителями. В Донецке, смотрите, очередное видео они выложили, как они просто из жилых кварталов стреляют по украинским войскам, но потом кричат. Посмотрите. Привет, сейчас передадим. Ушла! Вторую фразу! Давай вторую! В общем, классика жанра, все понятно. Ну и потери. Россия продолжает нести серьезные потери. Во время штурма Авдеевки погиб заместитель комбата Пятнашки. Это такой у них там знаменитый их. Ну, в общем, бандитский батальон, который давно воюет. И заместитель комбата наконец-то довоевался. Также стала известна гибель военного летчика майора Климова. Похоже, это летчик с Ил-22, который был подбит вместе со сбитым самолетом А-50У. В общем, как видите, и тут потери. И уже даже жены этих военнослужащих пришли в штаб к Путину требовать, чтобы им вернули мужей, пока они еще не кочерыжки. Это так они их называют. Ну, то есть без рук, без ног. Говорят, скоро вернете мне кочерыжку. То есть мужа без рук, без ног. Такой вот новаяз в России. Посмотрите. Чтобы они пришли к нам просто к кочерыжкам, а мне всего, к кочерыжку что ли отдадут. Защищать нашу родину. А я что, обратно получу? Что я обратно получу? Без ногого, без рукого, больного, больного. А вы не знаете, что там происходит? Вы не знаете, что там происходит? Вы не говорите мне с моего сейчас супруга. Зачем с ним? Да вы что, да? В любой момент с ним может быть все, что угодно. Каждый день может быть последним. Это сейчас. Да? Вот вы и молитесь, Богу. Вот вы и молитесь. Ну вы слышали, что им говорят, молитесь, мол, и на Путина надейтесь, все будет хорошо. Так вот почему-то жены военных не верят в то, что все будет хорошо. Ну а дальше у них, конечно, внутри еще совершеннейший бедлам в Мелитополе, друг Кадырова, командир батальона Ахмат Восток, устроил драку на блокпосту и хотел его расстрелять. Российский блокпост с российскими же военнослужащими. Посмотрите. Здравия желаю. Военные? Войнка есть у вас? Пошли на с вами? Войнки, покажите. Какой чисел он у вас? Что? Какой чисел он? Здесь ракшный. Здесь ракшный, брейк у нас считается недействительным. Во вкусе. Мне похуй, что вам считается, я командир батальона, что вам считается, командир меня полка выдал, и все. Разумите машину в право. Посмотрите. Ты ухю. Ого. Какой чисел он? infinitely загружить. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Пишут их каналы, пишут, что приезжала туда делегация и уже пытаются это обстряпать и организовать В общем, ну пока они там правильно, кто-то умрет и превращается в кочерыжки, то кто-то быкует и становится мэрами и дальше крадет и ведет себя нагло Ну что, соответственно, конечно, не может не радовать их и огорчать других тех, кто просто умирает и не становляясь никакими мэрами Вот такие новости, вот такая сводка Мы сражаемся, нам тоже тяжело, поэтому нам нужно помогать нашим Збройным Ссылам Украины Ну и у них там градус растет И как вы видите, атаки беспилотников дают результат Им приходится растягивать ПВО, а значит появляются дырки, и это хорошо То, что они прогонизовывают провокации, ну это ни для кого не новость То, что они там ненавидят друг друга, это тоже ни для кого не новость Ну и может быть вот это возмущение жен мобилизованных к чему-то и приведет Посмотрим, во всяком случае, мы видим, как в этом, на этой котле, в этой кастрюле Под названием Российская зомби-империя, недобитая Она там, знаете, она такая бурлит Там такое тихо-тихо бурлит-бурлит А вы знаете, в какой-то момент это тихо превращается в сорванную крышку Друзья, держим строй!